Всем здравствуйте! Вас приветствует Маруся на своем канале. В этом видео хочу с вами поделиться рецептом торт без выпечки. Торт очень вкусный, простой, из простых продуктов. Готовим мы его обычно на Новый год, потому что этот рецептик у нас уже прижился, и он очень нравится нам. Он праздничный получается, на вкус очень замечательный. Давайте я вам расскажу, как его приготовить. Для торта нам необходимо взять пол-литра молока, 50 грамм сливочного масла, щепотку соли, ванильный сахар, чайную ложечку, 2 столовых ложки сахара, 2 столовых ложки крахмала, 2 яйца, но у меня перепелиное яйцо, поэтому кажется, что его здесь больше. Также идет в этот торт плитка шоколада, 100 грамм печенья, топленое молоко. Вкус будет вкуснее. Для начинки у торта нужно взять 100 грамм кураги, 100 грамм черносливы и 100 грамм грецких орехов. Давайте приступим к приготовлению. Сначала мы подготовим начинку. Начинку нужно приготовить из печенья и кураги. Измельчаем в блендере. Для приготовления крема берем молоко, добавляем в кастрюлю, сюда добавляем яйцо и начинаем взбивать. Должна получиться яично-молочная смесь, фанелинчик, соль и сахар. Все перемешиваем и нагреваем. Молоко разогрелось, постепенно вводим туда крахмал и начинаем замешивать. Начнется загустение, нужно обязательно мешать, чтобы не было комочков. Крахмал я использую кукурузный, мне больше нравится кукурузный, но можно и картофельный. Крем загустевает, добавляем масло и продолжаем мешать, чтобы растворилось масло. А мешать нужно обязательно, чтобы у нас не образовались комочки. Масло, когда растворится, можно добавлять потихонечку в плитку шоколада небольшими кусочками и потихонечку замешиваем. Можно шоколад сразу натереть, можно по частям добавлять просто. Он сам расплавится, но мешать нужно продолжать обязательно. Шоколад нам нужен горький, он придаст особый вкус и сам крем получится очень вкусный. Все, крем почти что у нас готов. Все у нас растворилось. Можно снимать с огня и дать ему подостыть, потому что горячим кремом торт формировать не будем, слегка остуженным. Но теплый должен быть, а то он застынет. Начинаем формировать торт частями. На дно посыпаем печенье, равномерно его расправляем. Теперь сюда отправляем нашу начинку сверху и делаем небольшим слоем. Попробуем печенье, добавляем крем, не жалея, он должен пропитаться внутрь, потихонечку как бы втираем начинку. Теперь оставшееся печенье посыпаем сверху. Крем оставшийся выкладываем на торт. Можно разгладить, можно сделать рисунок, что вам нравится больше. Торт убираем в холодильник до застывания. После нужно будет убрать бумагу. Торт получается изумительно вкусным, понравится и детям, и взрослым. И самое интересное, что готовится очень быстро и просто, и не нужно ничего выпекать. Готовьте с удовольствием, готовьте для семьи. Всех с наступающими праздниками! Ну а кому понравился рецепт, поставьте пальчик вверху, будем благодарны. Всем до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!